Продолжение следует... Второй у нас вопрос будет. Новый в педагогическом репертуаре. Два композитора прочитают нам свои произведения, свои сборники. Деньги вы сегодня взяли, побольше взяли, все деньги распухли, да? Вот. И третий вопрос. Интерактивное обучение, где вам тоже будет предложена новая форма обучения, на мой взгляд, интересная. И последняя особенность работы с профессионально ориентированными детьми. Вместо головиной заготовой сергены будет показ работы по логерям Шопена. Имея Шопена. Так что работаем до самого конца. Время своего рассчитания. Этот цвет будет порядка двух часов, 15 минут. Идут двух, 15 минут. И так начинаем работать. Пожалуйста, это сделает. Вначале, прежде чем мы разговаривали, это методические темы, я вам представлю 7 человек моего класса, 7 ребят, которые будут исполнять виртуозные версии. Чтобы было после этого о чем-то говорить. В первом случае, вступать в педагогическом первого класса. А? Погромче? Могу погромче. Пожалуйста. Значит, в начале выступят с маленькими виртуозными произведениями ученики моего класса. Их будет 7 ребят. Для того, чтобы было интересно поговорить у вас вопросы возникнуть, будут предметы разговаривания. Первым выступает ученик первого класса, Степа Стариков. Он исполнит ученку Шуберта. Концертмейстер моего класса Наталья Куз. 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 Спасибо. 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 Сейчас мы с третьего класса. Куральевич. Он использует фрейнтерапию Диалегра и прямку Коптера. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Куральевич. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Куральевич. Куральевич. Субтитры сделал DimaTorzok Куральевич. Субтитры сделал DimaTorzok Куральевич. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОlies СПОКО charger? надо только то если посмотрим как играет как интересно показали ли они до погана с другой стороны так что только не делать большой палец но всякому чего нигде не прячется естественно польца своих теперь в чем главная проблема отработать все время идет работа с тем чтобы была дефицированная работа каждого пальца то есть каждый палец падал самостоятельно свое место нельзя допускать чтобы вместе с трудным пальцем опускался ниже с положенной а иногда для 1 а даже 2 если мы возьмем самый первоначальный репертуар всем вам известный ходит зайка по саду и уже сразу дает установку сначала второй палец потом первый один два пальца вместе это уже если будет ставить два пальца вместе это уже минус он потом вернется нам неприятности когда у нас идет уже мы включаем работы третий палец который сначала третий потом второй потом первый и разумеется то же самое касается 4 но что самое трудное это научить ученика мгновенному расслаблению мы то есть после отскока пальца палец мгновенно долго расслабляться у некоторых детей это получается естественно и когда валют самого начинающего я на первых шагах смотришь он подел палец у него совершенно свободны значит это ребенок способны метро на технику и висимыми конечно поможет труднее всего работать над свободой 4 пальца он как известно мышцы быстрее включаются в работу и более замедленно расслабляется если мы посмотрим на шагика там уже буквально на первых же номерах имеется четвертый палец если мы будем как заведено сначала играть по 4 года по 8 а потом по 16 легата и вместе так и четвертый палец чтобы у нас то у нас все время будет напряжение если можно играть номера шаги как там где нет четвертого пальца были выставлены то на чемпион приходится специально работать детям свойства и особенно которые стараются заранее вытягивать четвертый палец но дело в том что это не игровое положение вот он идет свое место и обратно по траектории если вот заранее напряжен и ждет когда встать на свое место он уже не годится потому что наша тактильная память очень ценно с работы только когда мышцы полностью свободно тут ученику объясняют что раньше времени приходить на основу трамвая оранжевые палец лучше самый последний момент вот как заяц из агуста мизинчик выскочит раз не доскачет потом будет там длине но с потренироваться он будет сливать на свое место потому что любом медленном темпе мы готовим быстро значит надо уже в медленном темпе пальцы ставить не в развалочку а быстро не бояться и конечно я в моей практике я включаю четвертый палец в начале минимально то есть только так вот в гамме в обратном движении вниз и если на одной струне там в чудах четвертый палец встречается а во всех этюдах ворста кайзера все гамма-образные ходы я четвертый палец заменяю ноликом потому что это мгновение когда рука воду полностью так вот идея кружая в этот момент четвертый палец требуется особого внимания поэтому для этого годятся украшения шаги то специальные номера на четвертый палец вот пожалуйста там всего два такта можно конечно не глядя в ноты а глядя на палец проконтролировать как вот даже если вы просто в воздухе выпьем мизинец уже чуть-чуть напряжен кистевой сустав а нам это совсем если на четвертый палец идет свободных дальше объясняет дети больше понятно когда они своими руками ощущает состояние мышц моей руки вот я буду его мягким тянуть сила вкладывается в палец в момент прижатия струны грифом они заранее напряженный палец идет все он уже это не просто основные пальцы легче на работу а мизинец требуется очень тщательно конечно хорошо если строение руки позволяет так и спокойненько из мизинец поставить далеко не всегда это получается и когда мизинец немножечко так приводит внутреннюю сторону то тут особенно приходится работать потому что нельзя ставить четвертый пальцы и помощи кисти вот таким образом значит пока кто-то знает выдал когда он с его именились вначале давай потом приспосабливается приходится как бы оттягиваться от струны но ни в коем случае не ставить за счет тех истин это тоже минусом на технике поэтому вся проблема техники левого руки основов связано с правилом падения четвертого пальца как построить материал чтобы продвижение шло не особенно трудно учеников все закладывается в самом начале поэтому я особо внимательно это обращать кстати же приятно заниматься меня в скин погони не вы извините пока вот так вот не повозишься то потом ждать ничего вначале выдаешь движение отпускной струны третьего пальца и каптал потом уже в обратном деле специальные упражнения делаются но у ребенок не очень любит повторять одно и то же упражнение поэтому я в своей практике использую легкие пески которые я сама насыщенял там несколько десятков тем чтобы на одно и то же упражнение были разные ноты с картинками крупно написаны всем чтобы ребенка кататься интенсивно потом уже и больше взрослым но там там уже но вначале смотреть на мелкий который у нас есть это тоже шаги конечно можно отбить всякое желание чем поэтому там играть тут приходится конечно потратить много своего времени но я пользуюсь я не знаю попадалось ли вам работа моя вопросы педагогики работе с начинающим и нету она библиотеку должно быть я подробно рассказываю как вот если потерялся вот значит это теперь на чем строится техника я только начинается надо начинать переходы по позиции если перехода плохие позиции то техники не будут и начинать переходы конечно надо позиции как можно раньше потому что это помогает освободиться от хватательного рефлекса то есть когда ребенок нажал первую позицию правда самого начала я показываю такое упражнение я вот я буду сейчас вести смычок поднимать это то есть дать понятие тут не надо стискивать пальцами шейку шейка спидки лежит как в рогатке она именно лежит и держать и надо переходы при этом можно начинать это не позднее чем через полгода там месяца четыре после начала занятия самое трудно нас первая позиция но переходы позиции дают возможность освободиться и движение это и где-то через недели две-три после начала работы переходы позиции обязательно надо включить работу если вы смешанные вибрации это тоже помогает освободиться от потому что во время вибрации мы отводим кисть от шейки у нас можно большой палец и опять это свободно перехода помогает вибрации переходы конечно надо делать сначала не отдельно изучать вторую позицию на третью а именно непосредственно переходы то есть то что нам встретиться в репертуаре это всякие старинно-французской песенка там да у нас современных последних изданиях и первый концерт зейца и концертина бакланова в контиленных эпизодах включается переходы в третью позицию специально увлекаться второй позиции ведь навык который не подкрепляется ежедневно в репертуаре он у нас уйдет из рук поэтому брать то что необходимо это грамма рэм азор с переходом в третью позицию и переходы именно в третью очень хороши для этого из избранных этюдов выпуск 2 раздел перехода в третью позицию там комаровский и здесь навитач под этим они поэтому у меня когда еще долгое время даже до 12 этюды кайзера включить на это первая позиция а за это еще достаточно значит дожидаться когда они все это пройдут и тогда начинать переходы это поздно поэтому месяц с первыми этюдами кайзера можно давать вот эти маленькие и кстати пьесы современные вот сборника тоже встречается именно переходы в отношении правой руки я бы хотела тоже поделиться не потому что есть вещи которые на среде об этом не напечатаны не говорится когда приходит ко мне ученик вот первый раз я даю скучок в руки это тяга покажи мне твои пальцы потому что у нас разное соотношение длинный пальцев на руках есть в основном три варианта вот вариант мой когда безымянный палец длиннее чем указатель чаще встречается когда и безымянный и указательный одинаковые длинные и еще вариант когда наоборот указательный палец длиннее а безымянный короче вот зависимости от этого приходится сразу ставить руку как держать мы знаем что вот я просто смотрю в первые два дня так когда безымянный палец длиннее когда киньи короче или когда то удержим большой палец он согнутся пусть он опирается немножко по колоночку потому что в первый раз свычок на отдавать не прямом положении а с наклоном потому что взять он делать наклон это уже неправильное положение пальцев на тросте у нас средние пальцы они тура чуть-чуть поддерживают вес мучка создать большой если будем брать без наклона у нас очень сильно будет согнут большой палец это будет неудобно так значит классическое кольцо по ауэру большой палец напротив средний указательный лежит он не должен заходить на тросте за среднюю фалангу ни на крайне не глубже то есть все время находится у конца он приближается эти фаланги у колодочки любой угол обязательно мизинец должен быть обязательно круглый есть мизинец прямой то он не функционирует так как нам надо он не удерживает вес смычка ну соответственно должен быть и вес очень тяжелый значит при положении когда безымянный палец длинный помимо того что второй палец который только одним одной фалангой имеет право обнимать трость если глубже то мы лишаемся суставов у нас не будет видеть шприка тот мой безымянный палец тоже достаточно глубоко может держать быть на тросте есть уже безымянный палец такой же длины как указательный то сам ученик уберешь ты имеешь право только на половину фаланги поддерживать если в этом случае взять и глубоко схватить безымянным пальцем то обязательно средний палец пойдет глубже у нас будет возможности потом правильно эти работы статьи этого все эти колоночные детям свойства перенимать сказать все что делает педагог сразу объясняет вот у тебя пальцем как я у меня и вот где же вот теперь а есть указательный длинный вот тут уже некоторые проблемы возникают есть отказательный длинный мы его не можем отодвинуть дальше потому что крайнее положение одного пальца в эту сторону остальных пальцев в другую не даст тоже нам работать здесь единственный выход подвинуть средний то есть напротив большого пальца будет безымянный и тогда все будет на месте тогда указательный уже не пойдет он на своем месте круглый механизм вот это необходимо сразу учесть потому что как бы ребенок не рос соотношение длинный пальцем у него останется раз на себя одно конечно с первых же шагов работать над тем чтобы они ученик ввел параллельно подставки смычок но все-таки стараться придерживаться правила как логово опять взываю задать прах примерно наших лучших армистов если мы посмотрим играет когда они вверх на половину смычка никто никогда мизинец на дрожди не держит это мешает потому что да больше прогиб кисти получается функция мизинца уравновешивать мы чем дело в том что центр тяжести смычка 3 от колодки значит нам нужен мизинец самый тяжелое ощущение веса у самой колодки когда мы проводим смычок от центра тяжести то пучок лежит уже мизинец только касается трости него уже удерживать ничего не надо а когда мы проводим смычок дальше то пальцы приобретает более острый угол подношение в трости и я специально не подниму мизинец просто трость уходит из-под мизинца когда идет обратное движение происходит поворот обязательно наклон трости сначала трость сама подъезжает какую подушку мизинца и подходя к колодке уже в мизинец на себя весь вес . конечно легче резинцу на мистину не более вертикальное положение распределяет вес мачка более равномерно между остальными пальцами если у нас мизинец не будет удерживать вес мачка а будет прямым вот таким плоским все у нас внутри жесткости то есть опять таки права метода проблема мизинца если очень как месяц трудно лучше когда у ребенка будет очень легкий смачок но ни в коем случае слишком тяжелый потому что только уже вас не удержать когда играет один от нижней половины обязательно с наклоном разворачивалась маза когда верхняя половина очень небольшой наклон и в начале добиться того чтобы доход и он потому что процессе введения смычка у нас или же секундно является ощущение вместо . и его . могу сказать что особенно трудно с верхней половины с маленькими смычками потому что они просто свой вес очень легкий если смычок не прижимать получается сказать ученику что ты прижми смычок плотнее самое плохое что можно сделать это цепиться пальцами в трость и будет давить я недавно использовала вам первый раз такой прием мальчик у меня мальчик маленький был взяли сюда лейка пластырем маленькую гаечку и крутили чтобы был конца все таки какой-то вес но чуть-чуть тяжело сейчас это дачку уже сняли вот потому что с ним правда трудности особые были потому что он левша тут понимаете справа рукой труднее но вес . конечно я сначала я прижимаю рукой вначале а потом говорят играй погромче слова это помогает если капли думает могу я не внизу в своей работе не пользуюсь совершенно пиццикатом потому что пиццикат такая коротенькая нотка для интонации и сам а у пиццикат такой простой поэтому первый месяц занятий домой я не даю играть совершенно только на уроке до тех пор пока не получится на первый урок я говорю вот я буду играть твоей рукой твоим смачком а ты только смотри и не мешай легче проводим и не выполнены отдельно верный никого лекция не считается просто чтобы мышцами ребенок почувствовать легче половинка когда мизине стоит на тропе прошло два-три урока сколько смогу попытаться поставь ставлю левую руку прижали первый пальчик я его рукой ничего не дают так поднимите пальчик хорошо так рука 23 потом так добавляет второй палец а домой еще не даю играть примерно когда уже у меня перед моим носом ученика уже ставить и третий палец на очереди уже к этому времени самостоятельно получается людей из кучка нижней половине я разрешаю дома то есть самое главное чтобы когда ученик начинает играть сам он не думал сам значит надо включить ность уже дети стараются не включает фактически вся наша работа это все время выключение лишний группу мышц и включение того что надо даже времени у меня очень мало чтобы играть пальцами это значит когда она если надо подвинуть карандаш я вот пальцем чуть-чуть так подвинуть ваш не буду локтом толкать то есть если на маленькое расстояние надо подвинуть смычок это достаточно очень легкое движение пальцем конечно детей мышцы мятненькие все все но уметь включить именно эту группу мышц а не кисть а не локоть если ученик состоянии сыграть сочи значит правую точку парень если у колодочки всякие даже играет третью часть концерта виден это уже минус это значит мы это произведение на нем не приобрели с подождите репертуара у меня уже сложилось очень много определенный репертуарный такой порядок и пьес и концерта его я советую если ученик играет у меня самое часто то втором классе мы очень яркий мальчик на ватчика начал до этого ириса сыграл он до этого сыграл все эти всякие пчелки и прялки все что полагается если кто-то позднее двигается не одновременно на матче играет часа восьмиклассник так что кто как двигается но нельзя перескакивать с лицом не то что я могу из своего списка это где-то задержаться есть необходимость то каждое произведение чем-то давно бы труднее предыдущего и тут надо иметь в своей собственной библиотеке все необходимые произведения не просто давать то что есть а давать то что необходимо сейчас есть все рекопировали так проблем с этим уже майор им было намного труднее я могу поделиться просто оставить запишу оставлю вам тот список в каком порядке для произведения если кто из коллег захочет воспользоваться пить и заводку пожалуйста а в отношении домашних занятий самое правильное если они будут дома записывать сколько минут то они играют не то что благородное негодование я на часы не смотрю я занимаюсь нет потому что вы знаете это у меня пробежано уже давно если будет графа то что такой-то этюд один день пустая следующий день пустая то уже знаете будет какое-то какое-то чувство обязательности надо играть и конечно педагог должен распределить сколько минут на что потратить эти практика показала что меньше чем они играют они не запишут больше тоже навряд ли потому что если качество плохое а написано много попадет еще больше и ребята да увлекаются а кроме того даже хорошего пусть увлечения чем-то одним она оборачивается 5 отрицательной стороной другим уже 10 и вот получается так сегодня поиграл концерт завтра ты ютюды после за программа на сегодня только завтра кризата ты только обедаешь а уже входишь с ним голодный то есть все время все разделы программы должны проучиваться каждый день не надо давать слишком много мне приходилось так знакомиться с учениками и удивляешься смотришь ведь один к два концерта три пьесы пять этюдов и все это одновременно и педагога и ты поиграй поиграет в лучшем случае это по одному разу можно поиграть куда-то значит чем меньше берется объем материала тем больше на него времени пойдет нам вам уже результат и опускаешь вот когда у меня играете туда крейтсера я дамы сразу три беда техники не то что если гад это с первого в советском издании там по разделу техники расположены этюды с 1 по 16 18 18 по 26 трильные а дальше идут двадцать восьмого этюда на двойные ноги я задаю две строчки одного из 2 строчки трильного две строчки по 15 минут в день реально сдали две строчки повторять и надо следующий потому что есть они разбираются это помять и домашние занятия еще разделяется есть очень хорошая книга мосроса домашние занятия и почат на режим и методику режим это только сок сколько минут или часов должны заниматься и чем а методика как мы используем в рамках ответственного времени и при этом сколько раз сыграть в медленном темпе сколько сыграться играть не перестал я объясняю что приходится учить первый раз задает по 24 лига тогда у меня не получается вот сыграл два раза не выходит конечно не выйдет начала раза два три сыграть на третий раз навалять убернуться сыграть в медленном темпе потом по второму разу опять опять в медленном и так раз пять видишь уже потом что-то и будет это все реально если это все буквально в дневнике исканально написать я знаю что особенно родители не скрипачи очень аккуратно все выполняют родители скрипачи у них тогда бывает груз собственных представлений не всегда очень правильных они не всегда так это все выполняет как написано и потом убеждают что это самый короткий без правильных домашних занятий ну а первоначальные уроки вообще первые два года обучения педагог является наполовину педагогу наполовину репетитором потому что надо добиться в классе показать как можно выучить вышла поддать дальше работать так же то в результате уже в классе был и стиль детьми которые дома вообще мало занимаются вас наверняка таких хватает значит большая часть работает на уроке но что важно если ребенок способный тому времени когда ему захочется что-то самому стать профессионалом не мешал груз неверных навыков не было зажатости в руках и конечно параллельно в сфере власть работа над интонацией слух поддевает поддается развитию очень если ты даже пуску ложки можно потом слышать интонации свобода мышц тогда в зависимости от этого альпе ребенка это будет куда постараться каждого учиться профессионально таким а также если вопросы есть как работе вы на интонации если изначально плохая интонация не могу сказать значит вот приходит ученик я совсем тысячи совсем не только были у меня брать и случае еще рада сейчас таких учеников нет уже уже есть возможность но я играю вот слушай внимательно два раза на рояле одну лоту я сейчас играю одну лоту два радость послушай а сейчас я сыграю разные ноты пройдется в тон и повернешь спиной вот играю вот сейчас я одну лоту те два раза сыграю или разные потом разница делается я и вас разница полтона дает представление вот клавиши на рояле как ступеньки на лестнице если на ту ступеньку стал вторая ступенька либо выше либо ниже значит вот послушай ступеньку сыграю выше на тон и ступенька ниже на тон хорошо если голосом еще это сопроводить услышал поворачивай спиной на один глазками вида такую сторону клави придут вот куда пошла ступенька начинаю слышать потом точно так же на полтона кто делал дальше дальше на рояле и фальшиво основательно большина на скрипке вот как ты думаешь куда надо подвинуть мой палец это вообще совсем начинающими западе подвинуть мой палец вот начинается постепенно эту разницу все меньше и меньше делаю и в конце концов мой палец правильно двигаешь общую свой палец куда надо и знаете надо заниматься с инфиджирование специально я заставляю спеть вот сыграл большего у нас очень затруднено пишется что дело в том что в начале даже имея хороший слух очень трудно надо спить если ученикся не за тем как поставить палец или что с правой рукой делается он может и услышать свою ноту это целенаправленное внимание на интонацию должно если говорить давай вот си спой си спел си методи с есть он нечисто спел он обязательно чистки поставим даже первые два месяца внутри от силы складывается обратная слуха двигательная связь если мы ушами слышим ноту который хотим сыграть у нас слуховой нервы передают двигателем из пальцем свободы конечно и палец точно ставит куда надо поэтому вопросы и донации это должно быть на нашей совести значит большую часть урока в начале пока мы добьемся надо именно на это потому что в группе по сарфейдж это групповое занятие а тут все-таки невидуально бывает так что спеть еще не может потому что детей связки они не всегда поддаются и все могут особенно мальчика спеть а спать ставит уже чисто следующий этап конечно мы еще не знаем будете был к абсолютно слухами не будет а вдруг будет я объясняю так вот ты со мной познакомился ты мой голос узнать если тебе другой мама позовет ты услышу голос мамы да или давай привыкать голосом а вот сначала это миллиарды 44 страны это конечно не трудно запомнить вот играет песенку ой зайка по саду вы так я сыграли теперь поворачивайся спиной какую ноту я сейчас играю и дети трех для себя диез то есть вот как напрягается его или представьте себе каким бы ты пальцем это сыграл это больше даже тогда помогает знаете и дело двигается ты потом я могу сказать вот я сейчас буду играть не сыграл как ты думаешь что я сейчас играю по диез с диезом по или без диезом можно начинаю служить и отвечает конечно выступающий нас первый класс cmsh это уже идти играющие должен обладающим саду услугам но когда они ко мне приходят там пять лет четыре с половиной то разумеется вот с этого все начинается сразу так понимаете петь идеально и взяли все слушать нет сразу смычок сразу колодочку выводил что смычок должен быть так как и скрипка в порядке вот ко мне привели в сентябре девочку из одного почтенного учебного заведения казенную скрипочка была четыре струны на одном уровне может быть по четырем водительскому одновременно ни одной машинки металлические струны и фальшивые струны такие что вместо кмин большие сексты вот можно ребенка учить а его ты больше с абсолютным слухом теперь ладно поменяли смычок обязательно для устойчивости большого пальца должна быть с одной стороны это выступ колодочки а с другой стороны кожица это кожица не для того чтобы найти канитель не замоталась это само собой а для того чтобы с другой стороны большого пальца было удобно особенно большой ложбинки делать не надо но вот это обязательно и когда приходит взрослый смотришь уже кожица стерлась у колодки играть уже неудобно же большой палец проскакивает внутрь обеспечить теперь высота струн кстати вот педагоги практики почему-то очень с уважением относится к мастерам и полосе им доверяют а высота струн бывает иногда такая что играть невозможно даже у порожек бывает высокий ребенка с тоненькой кожицы с тоненьким пальчиком больно прижимать струну если порожек высокий там дополнительные приятности когда разное соотношение расстояние в мир почему-то твердом милях и положено мало не дары соль полтора раза больше таких подробностей как из грифа ведь у нас небольшой корыца грифа у нас не может быть гриф совершенно прямой если он прямой то у нас но чаще бывает когда слишком большое корыца и у конца грифа высота струн нормальная а в третьей позиции страх на высокой двойным отом неудобно играть это уже на поле целости встречается то есть вот я ставлю вот я буду твоей рукой играть его только у меня так локоть и полет сначала просто провожу потом вы смотри вот на трамвае едешь колеса катится по двум рельсам рельсы на одинаковом расстоянии есть один дверь в сторону пойдет что будет моя основание у нас это не так страшно у нас два рельса подставочка и волос поэтому мы все ими должны вести параллельно подставочки на это обращать внимание значит для того чтобы рука у нас делает полукруг то есть мы вести без поправочные движения не можем чем заключается поправки мы детям объясняю что когда ведет смычок вверх то кисть двигается к носу и обратно потом объясняют смотри будете вы так объясняет что смычок у колодки тяжелее поэтому мы играем у колодочки с наклоном лекция читать точно год вот так а у конца значит волос разворачивается честно скажу в начале где-то с полгода все-таки будет мизинчик чаще касаться трости постепенно будет уже развиваться тогда когда появится войной штрих войной штрих вот это все работа на пингер штрихом пальцами должна начинаться тогда когда мы приступаем первой части рейдинга потому что когда будет третья часть рейдинга это будет 16 потом простите пальчики шевелиться уже должны нельзя только одной кистью играть или вообще-то это куча всяких пес у нас есть всякие перегранки шерст непряженые движения игра лошадки там все это все мои ученики от начала до конца все эти песок проектов после этого только переходит пчелка при алкан техника левой руки значит вот тут когда они уже начинает видеть и до сети еще рано но движение на маленькое расстояние пальчиками то есть тут уже мизин стоять не должен если вот обратили баня соседия она всегда идет без мизинца это спиката у колодки то есть все что ниже третье от колодки должно быть с мизинцем на тросе я делаю вот кстати хитрость такая вожу рукой ученика и незаметно для ученика когда он подводит смычок колодки я делаю вид что я веду а пальцы отпускаю смотрю а что будет начали смычок также был получен двигается делаете несколько раз то были задача самого получается а раз уже получается значит ничего делать не надо дать никаких дополнительных усилий надо прилагать и постепенно я вот с учетом все чаще и чаще отпускаю руку до тех пор пока убедила что у него при этом ничего нарушается вот так все вопросы и все наши скрипичные технологии все это будет лишь на только чтобы быть все это будет произведено мастер-классе и на консультациях поэтому все вопросы ко мне по организации всех занятий а мы вас благодарим не не Блестяще. Я не читала, потому что я не в курсе. Там расходы. Старая поисточка. И все надо делать в идеальном уровне. Вы все слышали. Спасибо вам большое. Наше серьезное занятие по вашей просьбе, по правилам преподавателей. занятие мастер-класс Галина Степановна и Торченева народная артистка тема сегодня будет гаммы и гаммы Владимира переходы переходы в гаммы переходы в Владислав что является основной я привела трех ребят они сначала проиграют в гамму обновлены сейчас первых тёма Стюпа Стариков его программа по специальности он играет вариации и гамма у него 7 моль мажор и поскольку я уже говорила что если в гамме 7 или 8 кг то все их учить одновременно на это время не хватит поэтому они не приносят по 2 кг по 1,5 кг 2 кг и двойные чтобы каждое после 4 по 8 удвоение скорости два раз быстрее по 24 это еще два раз быстрее спасибо и Звучит музыка. 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 КОНЕЦ 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 В этом случае маленький кусочек плотки, у меня радость минус мучка, надо играть правильно, вот это опять фаре и правильно переходим. И еще позднее, вот хочется сначала наехать, а на другое время надо быть фаре. Вот так это будем добивать, чтобы все это делать. Субтитры делал DimaTorzok Дело в том, что, конечно, в зависимости от воздействия ребенка, ну, в начале среди года в гаммах первой, третьей, третьей, пятой, но в минувной гамме, к сожалению, не везде можно остановиться, потому что там же сайт, знаете, повышается. Еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу просто сейчас больше показать, что в двойных нотах важно очень помогать переход вверх по гриму большим пальцем. Вот сюда. Это повернешься сейчас с другой стороны. Значит, любой переход сначала. Вот. 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 Взял. 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 Их. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Играет музыка. 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 Но если не спрашивать гамму примерно с полумесяца, то потом они обязательно ее в последнюю очередь в домашних занятиях отбрасывают, и все идет на спад. Так, нас спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас я хочу остановиться на переходах, опять-таки, понимаете, много разной методической литературы, но самое ценное есть, не знаю, вообще, конечно, сейчас все эти книги, библиографическая редкость, и достать что-нибудь, но, может быть, в школах и есть. Это был сборник методических статей для музыкальных училищ. И там, в статье Мостроса, Ильин Теревича, смена позиций и о переходах. Потому что после этого появились какие-то другие, где-то 4 типа переходов, совершенно не связанные с тем, что там написано. Мы можем рассматривать переходы, связанные с глиссантом, через плажервер, через пустую струну. И вот эти 4 типа очень требуют внимания, потому что вся техника наша связана именно с переходом. Если переход делается неправильно, то уже в этой эпике обязательно. Значит, у нас 4 типа переходов. Первый тип перехода, кстати, наиболее неприятный, в быстром темпе, для кого-то, по Педру, по Три, это первый тип перехода. Одним пальцем и вверх, и вниз. Это и первый, там, любой. Когда у ученика где-то в пассаже происходит какой-то сбой, то это чаще всего связано с переходом первого типа. Потому что переходить одним пальмом плотно нельзя. А легко тут получается, что нужно успеть во время движения освободить нажим и потом опять в нужный момент добавить. Один, а потом я вернусь к тому, что еще важно, на какой смычок будет проходить, соответствовать момент перехода. Второй тип перехода, это с ниже расположенного пальца на выше расположенный. Но это художественный переход, когда мы переходим нижним пальцем. Не так, а? И, как правило, это используется в романтической музыке. И в консервении, и нота заканчивается вибрацией. И, как правило, мы переходим нижним пальцем, нижним пальцем, нижним пальцем. И четвертый тип перехода, с которым мы в первую очередь сталкиваемся, первая же гамма, которая у нас, ре мажор, первую третью позицию, это переход четвертого типа. Вверх, свыше расположенного пальца, то есть до, на ре. Вот, необходимый нам переход. Я хочу, кстати, тут, вот, нам прошу сразу с сегодняшнего года, что надо работать над тем, что пригодится ближайшему репрессуару. Что нам надо? Отдельно нам надо изучать вторую позицию. Ко мне она нам пригодится. То, что не подтверждается в ежедневной работе, оно потом вдруг не ходит, оно зря проведенная работа. Нам нужно переходы в первую, в третью позицию. Правда, вторая, по-моему, тоже нужна. Вот именно переходы. Поэтому, значит, первая гамма наша перехода в третью позицию, р-мажор, вот она. Очень подробно расписывается, вот, так сказать, по полочкам, характер этого перехода к Менкелевичу. Ведь существуют, к сожалению, так называемые вспомогательные ноты, которыми рекомендуется пользоваться время. Но ничто не бывает таким долговечным, как то, чем мы занимаемся длинным. Особенно ведь мы знаем, что когда хорошие руки, которые на этом строится вся наша работа, то есть эти хорошие руки, они должны первые движения сразу хорошо запомнить. И если именно привыкают вспомогательные ноты, то потом от них освобождаться. Очень трудно. Значит, какие бывают вспомогательные ноты? Ну, это уже так. Верный помолять надо. Ну, во-первых, нам после долги ездят на том, что это ре, а мы едем в дальнейшем. Никак не годится. Едем. Тоже не годится, потому что по месту перехода у нас облегчённый первый палец, а там он будет угодно ехать. Лучше этим вообще не пользоваться. Я, смыгательные ноты не занимаюсь. Потому что характер перехода, как я процитирую точно Гилевича, что глиссанда, выходящая за рамки двух соединяющихся нот, эстетически неоправданна. То есть мы не можем... То не это... Или... Нельзя так играть. Значит, получается переход в методом вытеснения стоящего пальца последующих. Облегчается нажим второго пальца и переходит в первый. Но он не должен плотно стоять. Он будет горд. В быстрой технике это делается... Всё. Но ведь мы вначале играем и гаммы, и всё, что у нас есть, разными смычками. Регаты переходы играть легче. Здесь я опять-таки остановлюсь на ногах. Вот первый переход перехода. Одним пальцем. Вот так вот. Когда мы переходим вверх по грифу, то момент самого глиссанда, который всё-таки чуть-чуть присутствует, он должен быть с новым свечком. То есть с последующего. Нет. Подороги мы не можем смехнуть. Вот так вот. Вниз по грифу абсолютно все переходы к концепту и с предыдущего свечка. У нас... Вот так идут не можно. Так что к первому... Даже если взять... Ну, это сюда не совсем может быть относится, но когда мы играем одну и ту же ноту, вот, одним пальцем к другим. Если мы ниже расположенным пальцем будем, то снова свечку. Если вниз, как и всё, всегда в конце старого свечка. Ну, второй второй. Второй тип перехода на разные свечки. Это будет, разумеется, если второй тип грифа... В конце предыдущего свечка. Почему? Если мы переходим первым пальцем, то этим же пальцем... Этим свечком, который играл, то... У нас и переход. А если у нас переход третьего типа наверх, то это вместе с новоточком. Трудно, потому что палец идёт как бы с воздуха, подъезжает, тут надо больше уверенности. И если интонация плохая, то если мы перешли, то уже никуда не денешься. Поправить невозможно. Второй. Внизь, а второй переход разорвать. Как все переходы, это делается в конце второй свечка. И наш четвёртый тип, который в первую очередь нам не пойдёт. Вот тут есть особенность. Значит, мы переходим вверх, снова смычком. Я только что, вот, когда ребятки, говорила, что у нас обязательно любой переход, мы должны вверх начинать большим пальцем. Вот я играю. То есть, в момент перехода непосредственно переходящего пальца у меня руководство движения. на какое-то мгновение большой палец приходит к своему месту чуть-чуть раньше, и это обеспечивает очень ступоустойчивое попадание переходящего пальца. Теперь давайте рассмотрим. Если мы ученику скажем, вот ты будешь в конце старого смычка двигать большим пальцем, основу переходящий палец, то из этого ничего не получится. Сначала, что нам больше, более необходимо, правильное движение большого пальца. Значит, этот переход сначала надо учить бегатор. Вывод, вдох, вдох. И, ну, все, усваивать это не нужно. Потом, когда надо, в смысле, это на разные смычки, говоришь, вот ты будешь доиграл, а теперь вместе с переходящим пальцем у тебя пойдет смычок. Лучше в это время о большом пальце ничего не говорить. Потом он будет делать все, что надо. Но, если мы в это время заикнемся большим пальцем, мы его не враним. Мы получим как-то, ничего. Значит, хорошо и еще чтобы первый пальцем был совершенно свободным. Он или в воздухе, или он со всем деле касается, когда у нас, например, поэтому переходы это для нас очень важно. Вниз, вниз, как ни странно, почему-то не приходится возиться. там большой палец очень редко, если он не идет чуть-чуть раньше, предваряет переход. Я в первую гамму и сюда ее с переходами, то в это время еще пальчики все-таки у ребенка слабые, и вниз переход на ми-струня. Потом позднее будет четвертый палец и пойдет переход. А в рем аж и попутно хочу сказать, что самые ужасные аппликатуры арпеджио у Григоряна. Ведь что такое наше арпеджио гамма? Я тебе сразу объясняю. Это строительные материалы. Вот объясняю неаполитанская песня Чайховского. Там в конце гамма ре мажор. для этого нам нужна гамма. Поиграешь и начинаешь значит наш. То есть это то, что пригодится у нас на меже. на ни один пассаж в концерте вы не дадите ученику аппликатуры, которая написана в гамме. Самые хорошие аппликатуры арпеджио трёхоктавные гамма. Это у флеша и, кстати, и у Гиллис. Но дело в том, что у Гиллис, к сожалению, там те гаммы, которые четырёхоктавные, их нет там трёхоктавных. Но у флеша другая сторона, так сказать, учебная. Там гамма написана триолями, и они как-то так не очень удобны. Поэтому удобнее всего у нас. Сен-Шай играет гаммы по гаржемали, а арпеджио плов лешит. Правда, можно четырёхоктавные гаммы тоже играть, не по четыре ноты, а по три. Но почему Гиллис арпеджио сделало так, что там по четыре шестнадцатых, а не тревожим. Чтобы всё время на сильные роли не переходился в переход. Вот это не удобно. Поэтому у нас уже получается, что как раз сильная первая нотка в серии четырёх шестнадцатых попадается не на глину. так, когда начинаем, чтобы играть быстро, надо в медленном темпе готовить быстро. Поэтому переходы надо уже в медленном темпе играя по три регата, как гаммы, делать быстро. Потому что если возить плотным пальцем это нас не приведёт к новому темпу, там. И опять я хочу обратить внимание, что есть аркейджер, где встречается переход первого типа, он будет труднее. Так, начиная с трёхоктаной гаммы, надо приступать к двойной норме. А вот тут я вам покажу все предварительные упражнения, которые идут перед тем, как играть уже непосредственно гамма. Вот возьмём акции. Приучать надо сразу два пальца поставить просто трубку. занять всё видно за вот прагмение для терции. Сначала первую ходить. На всех трёх парах строк одна и та комбинация пальцев. добавляем вверх. Это иди палец. Выбираете, что... То есть, второй палец стоит, а первый, третий принимает. Но встали они не сразу, а по очереди, значит, сначала добавили себе мо, потом... Это одна комбинация. То есть, все это выписано, чтобы не с головы ничего не было. Следующий вариант. И третий вариант у нас... Не надо давать все сразу. Вот один урок, один, например, нюанс, с фа и зимой. Второй урок будет, с фа и зимой. То, что много, тоже, временно, это... И постепенно, иначе будет мешать, одно и другое. Так, теперь надо добавить четвертый палец. То же самое, постепенно. Переставляем второе. И тогда три варианта. Переходим до диеза. Тоже, где-то с первым палецом выручили. Поскольку мы взяли за четвертый палец, а теперь надо переходить уже с перепутным позициям. Так. Вот три варианта расположения этих терцей. Ну, конечно, как говорится, надо сначала узнать адрес, чтобы сюда попасть, чтобы он был долго, значит, надо отдельно несколько раз, чтобы, двигаясь из первой позиции в третью, пальцы вспомнили расстояние, которое будет в третьей позиции. В шесть, если искать, поехать, а потом тут свою полность, как долго это было. Твор на всех трех парах столб и три варианта. Я, пожалуйста, стараюсь вам делать это упражнение, если бы это интересно было. Так, и еще четвертый вариант. Второй палец. Ну, это я много недоемых. С бемольными тут раздаваться бывает. Тут лучше… Ведь мы с большим количеством знаков, тем более, бемольные тональности вначале особенно не очень даем, поэтому нужно немножко облегчить, и все сразу даем. Так же, да, что касается сердца. Так же, то же самое, с большим количеством. С репстом. Друзья, теперь посещаем вас. П .. Похозяй pourquoi? Так же на трех парах столб долженighёться несколько вариантов соотношений пальцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И иногда пишут даже в том же сборнике методических статей, что я говорила, что временно можно ставить, когда играешь первым с четвертым пальцем, и третий палец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок 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 Второй палец является переходящим вниз. Вот так. Переступить с первой, третьей, а второй. Это делать так быстро, что это совершенно незаметно. Дальше то же самое. Тоже тут переступаем. Тоже тут переступаем. И тут, знаете, и год, и два, и даже на третьем году обучения приходится проразиться, пока это уже привычка не войдет, но в этом же не думать. И вначале действительно можно эту одну ноту на дольше оттапировать, пальцем поднять, чтобы приготовиться. Я теперь еще хочу затолкнуть вопрос перехода в пятую позицию. Любой переход вверх по грифу должен нам обеспечивать в той позиции, куда мы перейдем, уже в удобное нужное положение. Приготовила, чтобы я могла в этом цепи и четвертый палец поставить, чтобы для третьего и четвертого специально не надо было дополнительно занимать тесто. То есть приваряет вот это, но тоже настолько, если вот больше, чем надо выделим, то, конечно, тут плохо. Я объясняю, что в конце ноты перед переходом, который играет с вторым пальцем, большой палец идет вниз, а здесь вот обшорчик открывается. А дальше мы даем детям инструмент по руке. Вот когда они уже становятся взрослыми, а руки не очень большие, то бывает необходимость, вот, понимаете, подносить большой палец, вот так вот. Вот только не сюда. Пальцы под прямым углом в отношении к струне, это очень неуверенно и неудобное положение. И, ну, примерно, когда четырехсталные гаммы играют, ребята, вот сюда приходится входить. Ну, должна быть упор к большим пальцам, потому что, если мы вводим сюда, то у нас неустойчивые в руках и струнчатки. И пальцы, ведь одинаковая сила приложения пальца большого и того, который теперь пропускается. Вы дальше не можем уйти. И мы опору в течение больших пальцев, вовсе не можем. Значит, переход в пятую позицию связан с опусканием большого пальца, как шейфа. Ну, я имею в виду, что основное положение первой позиции все-таки глубокое, а не такое. Об этом трудно, для вас, в первый раз. И самый трудный переход, это первая, третья позиция, большое расстояние движения. Чтобы потом, если все правильно, вверху, как раз, приходите, кончить, вот, точь, вот. Так, еще какие вопросы? Когда мы играем четырехоктавные гаммы, вверху, в позиции, много переходов у нас. Вот если необходимо составлять, при переходах, вот, первый пальчик, переходим? Или все-таки его лучше снимать? Ну, во-первых, в быстром темпе, вот, играл Рома, он наверху делал то, что в дальнейшем он делать не будет. Он наверху поднимал пальцы. А, чтобы не поместить их там, у него же четвертушечка. А, в дальнейшем, мы, на самом верху, мы, в гамме, не поднимаем. Мы можем, первый пальчик, в всяком случае, остается, для того, чтобы остальные поставить, мы их приподнимаем, но первый у нас не поднимаем. А во время перехода у нас все время очень другое прикосновение. Ведь, можно о чем говорить, что сила прижатия пальцев, связанная с тем, насколько долго нам надо струну оставить прижатой глипой. Значит, если гамма играется медленно, счет, когда же дочка слегка, но хрустит, второй палец стоит. Это в быстром темпе не останется. Наоборот, в быстром темпе будет столько, сколько другое. А тут я прямо говорю, постучи пальчиком, что значит постучи? Это, значит, момент падения, но не давить. Именно только в прижатом. Бонюс, скажите, пожалуйста, в ситуации столкнуться, почему после такого проблемы? Ты как раз, когда начинаешь приходить к перекиду высших позиций, детишки обычно приходят так, что умеют, начинают проваливать паланки пальцев. Ну, проваливаться пальцем в том случае, если пальцы идут под таким углом. Они еще и выходят через щит. Ну, иногда выводят, кто-то может помочь, кистевой эспандер, вы знаете, вот эти резиновые такие есть, как шина. То есть надо укреплять мышцы, надо повисеть на кромнике, надо вообще, даже ничего не делать. Они же по физической работе никогда ничего по дому не делают. И бывает, что действительно не пальцы, а лапша. У меня как-то голос, опять-таки, в эспандерской практике здесь такого не случается. Слабые были руки девочки, говорят, надо повисеть. Нашли, где висеть в шифоньере на полке, в которой одежда вешается. Она маленькая была, она ей висела. Или, говорю, делают, а вот у меня недавно Степа свалился. Тоже сделана такая перекладинка, ну, на ремняк, знаете, над коридором. Из коридора кухни, там есть техожек, чтобы подержаться. То есть осторожно, так же упал. Ну, не всегда бывает, но этим нужно, простите, восьмидовать, чтобы время зря. И они теряли, и занимают. Есть такие, которые, знаете, две палочки и пружинки между ними. Они другие. Оставьте две пружинки, оставьте, надо вынуть. И детям пассивно будет. У меня было время, когда я покупал и просто обручал, даже кем-то не очень. Знаешь, обручал внимательно. Так что, кстати, было много лет, 20 лет назад, лекция врача по профессиональным заболеваниям, которая говорила, вы, уважаемые педагоги, проверяйте слух, но вы не следите за состоянием мышц ваших членов. Она, например, приводила пианистку, которая, говорит, у меня сейчас девочка 12 лет, у нее, говорит, здесь мышцы как два кулачка. То есть дай ему, чтобы она вообще могла нормально дальше жить. Потому что чрезмерные удары, которые, ну, мы тоже можем и стараться, если особенно, и поэтому и эти слабые руки, значит, могут заниматься, но нельзя пока. Правда, я там говорю, что для укрепления пальца лучше всего вообще заниматься непосредственно, да? Вот. Но помимо скрипичных мышц надо укреплять весь плечевой пояс. Мальчик, особенно, азумация. Я не знаю, попадался ли вам в фильм о Венгерове, он показывал, как вот такие мышцы, что можно штанг под небом. Так это нужно. То, что делать. А скотче способны ребенок? Да, вы понимаете, сейчас, как только начинает позиция, то проваливают вот здесь. А в первой позиции нормально? Нормально. А, вот я могу маленький момент вам это добавить. Только здесь. Вы знаете, есть... Из-за того, чтобы поворот руки делает другой, а сходит вот здесь. Знаете, если палец сначала так не спеша вяло ставить, он и проваливается внутрь. А если сразу упруго поставить, то он выдержится. Поэтому говоришь, знаешь, ты сразу четко ставь палец, потому что, получается, так, сначала провалился, а потом на его ручьем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это уже в первую больницу, но вот так вот следует. Так, помнимеем. Какие у нас еще проблемы? Я могу быть. Слушай, может быть, только не читается длинно, а все так вот побыстрее. Секс, как на вспомогательные ноты. Такие были оставляющие. Секс, как на вспомогательные ноты. Или пальчики перемешивают? Нет. Надо... Объясняешь только. Вот некоторые дети начинают палец поднимать, заново ставить. Нужно палец поднять до уровня высоты струны и как бы переползти. На то вот эти упражнения вначале кидаются. Легче, конечно, с экстремней струнеем вверх, потому что в эту сторону обратно переставлять трудно, а обратно сползать в палец это уже просто. Скажите, пожалуйста, а вот некоторые начинают переходы делать и специально отводят вот первую паланку указательному пальцу от шеи, вот так, специально отворачиваясь. Нет, это делать нельзя. Вот при переходе. Ну как бы так. Это мы во время вибрации отводим вот эти... Вот, вот так вот. А во время... Вы понимаете, для чего он вдруг на... Большой палец начинает раньше двигаться. Естественно, мы... Я то, что говорю о том... Прижимающий палец небольшой всегда оказывает одинаковую силу, так сказать, сжимание шейки и стакан. И для того, чтобы нам облегчить переходящий палец, если мы начинаем двигать большим, в это время обязательно у нас облегчается стоящий палец. Поэтому... Вот я начинаю двигать, и у меня уже приподнялся слегка второй палец. Это же делается быстро, это же не полчаса надо держать, чтобы не прижатый палец. В момент перехода... Вот я двигаю... И уже двигается не только большой палец, а именно вот этот кусочек первой паланги указательного пальца. И мы идем... Мы не можем в сторону отвести. Если мы отведем в сторону, у нас неизбежно сразу плотнее будет большой палец. из-за того, чтобы вообще никакого перехода. Обязательно надо... Я в начале так показываю. Вот смотри. Вот. Можно играть и вверх-вниз. Вот первое упражнение, которое дается. А потом даю... Дело сельяного. То есть можно тоже зимой очка посвистеть пальчиком. И когда первое упражнение делается... Ну... Как это в начале, наверное, перехода? Это первое упражнение, которое дается... Я начала с более трудного. Дальше. 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 Что нам надо? Третья позиция, переход. Вот тут, значит, в легата смотрят, что большой палец пошел. А разные смачки, чтобы... Нужный смачок. Но вот в начале понятие, что можно играть, вести смачок. А в это время... Ну, не очень-то плотно. Я думаю, тут... Какой-то там... Мотик, подручек, кто-то... Вот. Вот. И это первое, что... Держится. Это представляет. Легче, конечно, к себе. Ну, скипку подталкиваем, когда мы вверх переходим. А вниз, тогда, говоришь, ну, чуть-чуть головы придержи. Если там... Потому что они приго... И хватаются, боятся, что не попадут. Я весь, я говорю, вот. Понимаете? Но важно присоединить, чтобы потом... Голова все-таки очень усердно, когда схватилась, то расслабить мышцы, конечно, шея. Чтобы дико держалось. Напряжение не дождало. Так что, вот эти переходы... Вот еще и переходы. Все. У меня специально выписаны эти строчки, все эти дают даете. Когда надо переходами заниматься? А через полгода после начала занятия уже надо брать эти переходы, чтобы освободиться от вот этого рюклифса. И через две-три недели после начала переходов мы беремся за вибрацию. Потому что этот ложек помогает от освободению, от хватает на рюклифсии. Я не знаю, успеем мы сегодня о вибрации поговорить? Успеем. Успеем. Это и в следующий раз, потому что это очень серьезный момент, потому что именно по вибрации совершенно нет методической литературы конкретных... Есть, есть истровы, это вообще все дело. Есть агартов, там газдины немножко. Наиболее интересно так конкретно у флеша, но опять-таки нет, это все не точно, это все не конкретно. А за мной еще, чисто, что я должна сатина писать, об вибрации, потому что надо проживать распространенно всегда, чтобы не было вибрации. Так что... Мы закругляем все? Можно еще? Кажется. Проблема у девочки маленькая, мост мне никакой не подходит, а с подушкой сползать постоянно будет. Так, вот вопрос. У меня на руки и играть мостом я не могу, потому что если я на солнце у меня в мосты, ну, поместиться нехудя. Но подушечка должна быть прикреплена к скрипке. Если подушку привязывают к шее, в мете, на несколько будет так же и лодить по сторонам, и это очень неудобно. Очень хорошо используют для подушек поролоновые мочалки. Вот так. А, кстати, когда приезжал Стерн и проводил открытые уроки в консерватории, то он пользуется вообще откровенный кусочек поролона. И все. Другое дело, что не всем это меняет подходит, потому что когда длинная шея и покатые плечи, то тут, по-моему, не спасет. Но сама подушечка должна быть из нескользкого материала. У меня когда-то была бархатная. Вот отработаю оркестр, и видите, что-то не осталось. Снялся. Ну, не первая, это уже, когда, по счету. И очень хорошо вот сейчас продаются вот эти канцелярские магазины петилочки. Как хорошо держатся. Великолепно. На маленькие слипы бывает, что такая пуговица сделает через вверх, да, вот, и да, и упорно услышим. Я бы пыталась, извините, у нас подушка, она должна быть именно вот на один угол, то есть, на часть под подбородником, а она все. Зачем на все? Ну, да, у нее ползает так тоже. Нет, надо только то, что надо подключиться. Вот, сюда, и достаточно, то нормально. так, какие еще вопросы есть? Есть, сейчас спросите. Рома Ким, когда ребенка, он в верхних позициях поднимал стрибочку, это специально, да? Вы знаете, что, впрочем, когда в высоких позициях поднимают стрибку, удобно, ощущение, что человек наверх полетал, сверху вниз. Ну, ему уже она чуть-чуть, может быть, нет, еще по руке на полюбку чуть-чуть странновато переходить, но, ну, или пальцы, это такой метельный. Ну, в зависимости, я говорю, от потоков, от того, что, сколько дано, то, что вы получаете. Ну, каждый приспосабливается подкулью, поэтому брать у этого хорошо получает, вы получаете так, видите, опять же, выкроете, это скупили, да. Так вот, в следующий раз она будет вибрация. А вы не скажете, какой числый? А, 26, 26. 26. да. В феврале, да. а, 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 15, 20, 20, 20? Угу. Продолжение следует...